То, что здесь не течет с потолка и не стоят ведра, это уже достижение. То, что в музее в разы больше людей, это уже достижение. То, что музей стал в несколько раз больше зарабатывать, получать гранты, получать спонсорскую помощь. Что мы смогли на собственные деньги провести, например, выставку Сомова, которая, ну, такая выставка десятка тысяч долларов стоит. Без каких-либо фондов. То, что мы заменили раму, вот сзади меня рерих. Сколько я помню, висел он колдун. А работа, она висела в раме, где страшно отсвечивалось стекло, и торчал шуруп. Из рамы, сделанной чуть ли не из советского плинтуса. То, что в музее приходят дети и вырастают в этом музее, и они вырастут сознанием того, что в их городе есть музей, и будут сюда ходить, и они уже приводят сюда своих родителей. То, что музей стал центром продуцирования каких-то смыслов, а не какой-то вот замшелы и тихой заводи. Я не хочу критиковать предыдущего директора, тем более у нас недавно был конфликт. Он по-своему любил музей. Но я считаю, что найти финансирование и, допустим, сделать человеческое освещение важнее, чем самому красить дверь. Депутаты, которые вас хотели снять все это время, они обменяли, в том числе, в неправильном ведении ремонта, в том, что это как-то непоправильно. Музей, вам здесь нравится? Очень. Насколько они здесь были? На вашем, я смотрел видео, как они приходили. Так это на моем назначении. Да, да. После этого ни одного этого фейса в музее замечено не было. Несмотря на то, что компания продолжала все эти признаки смесить? Да, ни разу. Они еще один раз пришли толпой, потребовали запустить их фонды, что противоречит всяческим государственным каким-то инструкциям. Главный хранитель, не я пускаю фонды, а главный хранитель отказался и правильно сделал. Я сказал, что я могу уговорить главного хранителя пойти с кем-нибудь из них в фонд по одному в моем ее сопровождении. Это унизительное предложение было с размещением отвергнут. Саученков, Баранский и Семен Краманов. Да, еще какие-то есть имена, я предпочел бы их вообще никогда в жизни не слышать. Они сумасшедшие. Они безумные. Я не вижу никакой рациональной причины для такой ненависти, для такой маниакальной зацикленности на этом вопросе, для абсолютной неконструктивности. Придите, посмотрите. Вы же не знаете, о чем вы говорите. Вы вообще не знаете, что такое музей. Вы вообще понятия не имеете, что такое искусство. Когда вы везли в конкурс, а потом вас назначали, оппоненты говорили, что вот пришел Ройтбурд-художник и будет наполнять коллекцию своими картинами. Стало их больше за это? Меньше стало на одну. Раньше в экспозиции до моего прихода было две моих работы, теперь одна. А ни одной своей работы я в музей не подарил, чтобы меня не обвиняли. Зато я подарил своей коллекции около 20 работ. Я мечтаю о том, чтобы от музея отпочковался музей современного искусства в качестве его филиала, как в свое время Мома отпочковалась от Метрополитена. Ну, мало ли о чем я мечтаю. Такая пословица, из глаза боятся, а руки делают. Вот надо больше делать, чем мечтать. Вы можете сказать, что на этой должности были или стали неугодным властям? Каким властям? Ну, просто вот эти митинги, которые устраивали во время вашего назначения, они мне наполнили какую-то такую... Ну, это же не власти, это же несколько совершенно маргинальных депутатов из облрады. Папа купил мандат. Это же не власти. Что касается действительно властей, я не жалуюсь на отношения предыдущего президента и правительства. И приятно удивлен тем, как начинают складываться отношения сегодня с новым президентом и новой командой. Я вот, кстати, как раз хотел спросить, как вы оцениваете гуманитарное направление? Приятно удивлен. Я познакомился с... Мы не были раньше знакомы с господином Бородянским. Это сильный, умный, просвещенный менеджер. Я помню, положительно в Фейсбуке оценивали вот это стремление переехать в украинский дом. Да, я сейчас положительно его оцениваю. Я жаль, что это оказалось сложнее, чем думали сначала. Люди из команды президента. Но я считаю, что все равно речь о переезде стоит куда-то. И речь... Для меня, в принципе, менее важный приезд. Я хочу, чтобы в Киеве появился большой музей современного искусства. Как и вот здесь.